О конкурсе «Доброволец России-2020» педагог-организатор Центра внешкольной работы Вера Афанасьева узнала еще в мае. С деятельностью волонтеров девушка знакома не понаслышке. В свободное время она принимает участие в различных проектах православного центра «Радость моя», которая на протяжении многих лет помогает тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Поэтому, увидев в положении конкурса номинацию «Доброе дело», Вера, не раздумывая, принялась оформлять заявку. В этой номинации нужно было писать либо какой-то свой личный подвиг, либо подвиг другого человека. Но как-то о себе писать не очень, как-то неловко. И я подумала, что лучше описать подвиг какого-то нашего саровского волонтера, потому что таких у нас на самом деле очень много. И тогда выбор пал на Алексея Китина. В обычной жизни Алексей сотрудник РФИАЦ ФНИЭФ, но свое настоящее призвание нашел в другом. Шесть лет назад Алексей организовал при волонтерском центре «Радость моя» больничную группу. Вместе со своими соратниками, другими неравнодушными саровчанами он помогает в отделении сестринского ухода саровской больницы. Волонтеры устраивают одиноко лежачим пациентам банные дни. Помогают их мыть и перестилать постели. Это очень тяжелый и самоотверженный труд. В свое время был в храме сестры принятый опрос на тему, кто как бы мог бы заниматься на волонтерском поприще. И я посмотрел, что, наверное, мне было бы интересно заниматься именно по медицинскому управлению. Я отдал свои данные, кто упадет в опрос. Новость о том, что их заявка прошла в финал, стала для Веры и Алексея приятной неожиданностью. Итоги конкурса «Доброволец России-2020» подвели на торжественной церемонии в Москве. Награду нашим героям вручили председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и артист музыкального лейба «Блэк Стар» Анет Сай. Впечатления самые положительные, а самый яркий, наверное, момент был это незапланированное поздравление и беседа с президентом. Владимир Владимирович решил поздравить волонтеров и подключился к прямой трансляции, и потом уже еще проговорил около часа с нами, отвечая на вопросы волонтеров. По итогам конкурса Алексей Китин и Вера Афанасьева стали призерами своей номинации. Хотя в дипломах указаны их номина, оба считают, что это общая награда, которую заслужили все волонтеры больничной группы и другие доброволецы Сарова. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.